Viewer discretion is advised Серёженьки Симонова с Дмитрием Шиловым Рэдисоном И о моём к этому отношении Ну, точнее, говорить я буду не совсем про бой, наверное, а совсем про другие вещи Но вы втянетесь, короче, вам понравится, уверен? Скажу честно, друзья мои Изначально я планировал просто записать блок на тему драки Симонова и Рэдисона Чтобы, ну, хайпануть на популярной теме Потому что тема действительно выстрелила Они сейчас каждый день выпускают видосы о подготовке к драке И люди смотрят их, там фантастическая активность, куча комментариев Мне такого не снилось с тех времён, как я получил в ёбыче одно из МС Ну, в общем, народ очень подхватил вот эту тему драки И что сейчас происходит, грубо говоря? Во-первых, меня задолбали вопросами типа Юра, выскажи своё мнение относительно этого конфликта Нет более дебильного вопроса, неважно, на стримах или в комментариях Чем, а что ты думаешь о? Типа, а что ты думаешь о Симонове? А что ты думаешь о конфликте с Шиловой, с Симоновым? И вот это настолько сейчас стало происходить вокруг нас Потому что это не только у меня Посмотрите, большинство каких-то стримов Или просто когда людям предлагают задать вопросы Это совершенно дебильный вопрос А что ты думаешь по поводу того, что сейчас популярно в интернете? Видеоблогеры превращаются из, как это сказать-то, авторов контента В таких мерзких местечковых телезнаменитостей Которые торгуют еблом при любой удобной возможности То есть вот раньше, когда вы смотрели Может быть какие-то телешоу И, знаете, там пытаются обсуждать какие-то серьезные проблемы Типа усыновления, санкции Но дают говорить людям, которые настолько далеки от вопроса То есть там приглашают каких-то певичек Футболистов Ну, вообще совершенно непонятно, почему этим людям дают говорить И сейчас Мне кажется, что я постепенно попадаю в положение вот этих вот людей А весь интернет Это уже на самом деле давным-давно телевидение Просто мы не успели заметить вот этой вот подмены Вот тот момент, когда интернет зарождался И когда человек делал контент Тогда мы действительно разительно отключались от телевидения И могли при любом удобном случае тыкать телевизионщик носом в этом А теперь что происходит? Половина интернета сидит, наблюдает за дракой Симонова и Рэдисона Которые и по отдельности-то никому вместе не были нужны Ну, капитально На них люди более-менее широкая общественность Только обратила внимание после обзора Немагии А теперь они просто объявили, что они будут драться И люди следят за этим Я вспоминаю те грустные времена, когда я учился на первом курсе Встречался с не совсем адекватной женщиной Которая постоянно смотрела Дом-2 И заставляла меня смотреть Дом-2 вместе с ней И я же с ужасом понимаю, что весь вот этот вот Дом-2 Он давно уже происходит в интернете И кто в нем участвует, кто его смотрит Но все так или иначе в курсе вот этих вот каких-то взаимоотношений Драк Того, что нас интересовать по сути совершенно не должно Ну, там, разобьет ебало Симонов Рэдисону Или Рэдисон разобьет ебало Симонову Ну, талантливее ты их это не сделает Люди не... Те вещи, которые делают люди, не становятся крутыми Просто потому, что люди известные Они не борцы ММА И драка это, что самое главное, не такое большое событие Не стоило бы выпускать ролики каждый день Если бы я забился сыграть, не знаю, со Снейлкиком в шашки Через два месяца Но люди уже живут в этом интернете Они как-то прогоняют через себя все это огромное реальти-шоу И поэтому им интересно слушать каких-то экспертов Какие-то мнения Причем все это еще и разбавляется ебаной рекламой Которой не меньше, чем на ТНТ в Доме-2 А даже больше Перед каждым роликом этого Симона, Рэдисона Везде реклама Где будем тренироваться? Найдем рекламу Везде будет реклама Зрители, кидайте деньги в фонд Будем снимем шестоугольник Там тоже продадим рекламу Самое смешное Вы смотрели рекламу даже перед началом того, как я начал говорить И как некоторые могут еще на серьезных щах Говорить о том, что интернет со временем заменит телевидение Да интернет уже телевидение Мы сидим постоянно рассусоливаем о каких-то непонятных Неинтересных постороннему человеку темах То есть вот если кто-то, кто никогда не сидел в Рунете Не знает про Симоновых, про Рэдисона Начнет смотреть этот блог с самого начала Он вообще не поймет О чем мы говорим Кто-то сейчас, да, может быть Начнет показательно говорить Вот Юра, это только ты Всей этой херней занимаешься Я, типа, вообще не в курсе Я не слежу Мне эти тусовки неинтересны Ну, вы знаете, что я хочу сказать Раньше было очень много таких людей Когда я учился в школе Которые и так говорили про Дом-2 Было очень много показательных ненавистников Там Дом-2, Дом-2, да что вы смотрите Я вообще там Даже когда предки смотрят Вхожу в комнату, выключаю Потом мамке хуем по губам стучу За то, что она такую гадость смотрела Такое всегда было Но все почему-то были в курсе Каких-то подколов про Майя Абрикосова У кого там, блять Кто с кем ебался Все почему-то были в курсе Порнушки с Еленой Берковой Хотя никто вслух не кричал Что он был фанатом Дом-2 Так и с интернетом Сейчас все это повторяется Причем в гораздо более худшей какой-то форме Это катастрофически неинтересно Если в Доме-2 еще пишется Какие-то сценарии Группой сумасшедших спидозных обезьян Которые стучат рандомно по пишущим машинкам То в реальности-то сценарии нет Все предельно скучно Ну, два взрослых человека решили Побить друг другу ебало Что? Это весело? Да им, скорее всего, и не разрешат драться Они думают, что можно так просто устроить какое-то событие И начать там бою без правил? Нужен же наверняка врач какой-то Судья, который имеет право отсудить Их не допустят, скажет Дедули! Идите, сидите дома! Какой вам нахуй бой без правил? Вам в гору подниматься нельзя, чтобы сердечко не шалило А все так смотрят на это Все эти постоянные события Там у какой-то видеоблогерши парень появился У какой-то что-то Кто-то куда-то Что? Я просто понять не могу Я же тоже вроде видеоблогер Я же тоже должен быть по ту сторону экрана То есть как бы Но нет! Я здесь с вами Я тоже охуеваю от того, что происходит Я тоже охуеваю от того, что популярно сейчас Что... Какие скандалы, блядь, интриги В наше время какие скандалы? Ну, въебали мне в парадное, ёптает Кристиныч И все Кончился скандал Блядь, теперь просто пиздец Люди анонсируют какие-то, блядь, взломы инстаграмов Да кому в пизду, блядь, нужно взламывать инстаграм? Даже, блядь, вот смотреть мой инстаграм Пиздец, неинтересно Я не знаю, зачем вы это делаете Я могу понять, зачем там родители мои могут посмотреть, да, инстаграм Там, чё я сегодня там переживаю за меня Я не знаю, зачем вы это делаете Я не знаю, кому, блядь, может быть интересно Читать, нахуй, переписку Саши Спилберг Да пиздец Вы представляете, какая вообще скучная вещь в переписке Я всю прочитал у Димки Ларина Уж я-то, я же говорю Я, блядь, по эту сторону баррикан Ну все, блядь, больные люди С этой хуйнёй нужно что-то делать И я, блядь, не представляю себе, что Потому что, блядь, это ещё тупее Дома 2 По крайней мере, во время Дома 2 Не допускали ту хуйню, что у Рэдисона творится на канале Там уж пропаганда такого дичайшего Мразотного образа жизни Что, блядь, страшно становится Мне, блядь, не то, что детей рожать страшно в мир Тех, кто вырастет на современном, блядь, Ютубе С его скандалами, блядь, и прочей хуйнёй Мне, блядь, самому страшно жить в этом мире Что с этим делать, друзья мои? Надеяться на лучшее Надеяться, что когда-нибудь критическая масса Вот всего этого говна набухнет настолько Что люди поймут Да это, блядь, телевизор Самые настоящие Какие-то хуеплёты Сидят о чём-то, затирают Нахуй мы это смотрим И может быть, тогда Вновь появится что-то интересное Но пока, как мне кажется, интернет умер Правильно сказал Костя Кадавр? Умер Совершенно не развивается Каюк Пишите в комментариях, друзья мои, что думаете по этому поводу Какие у вас есть предложения, может быть, идеи Особенно для меня-то уж, да Я-то главный заведующий интернетом Я, кстати, не просто так поставил сюда эту стекляшку Медиапремия Рунета Опять проводится в этом году В прошлый раз я выиграл какую-то номинацию Поэтому Я, честно говоря, не знаю, за что меня номинировали Причём, номинировали как-то странно То есть, мне потом пришёл имейл Ваш проект Хованщины Типа Номинирован название лучшего шоу интернета Я такой Ну, ребят, Хованщину я не делал За мной, бля, много косяков Числиться Но Хованщину точно не я устроил Это я обещаю Но они вроде что-то поменяли на бич закупку Поэтому, если хотите Я понимаю, я понимаю Я вообще нихуя не заслужил никаких премий Уж тем более не заслужил того, чтобы вы из меня голосовали Но, бля, какие у нас ещё варианты, друзья Просто проголосуйте авансом Я хоть не знаю Вы знаете Мы уже проебали номинацию лучшего видеопроекта Рунета Там что-то 85 тысяч У лидера столько в жизни не соберёт Меня уже не смотрят 85 тысяч человек-то Но вот это очень показательно То, что лучший видеопроект Рунета Это канал Куплинов Плей Какого-то просто вот обычного летсплейщика Совершенно такого же, как и Эрл Димас У которого была реклама в начале выпуска Вот просто чувак играет в какие-то танки Он, я не говорю, что он там тупой Или не смешной Нет, просто вот обычный чувак Сидит, хуярит в игрушке И люди за этим смотрят миллионами Затем он не то, чтобы особо смешной Но не то, чтобы особо не смешной Это лучший видеопроект Рунета Может быть, всё-таки лучше бить закупку Друзья мои Ну... Я понимаю, как бы, ну... Я правда хотя бы что-то вот попытался придумать Я не... Я не знаю, как можно просто... Я бы на месте, блядь, Куплинова сам снялся С номинацией лучший видеопроект Ты как бы... Вот лучшее, что есть в интернете Сейчас Это чувак, который, блядь, играет в игры А лучшее, что есть в мире Это ёбаный пьюдерпай Чувак, который ещё и орёт, блядь, как резанный И играет в игры Это лучшее, что есть, блядь, в интернете Субтитры создавал DimaTorzok